Пойдем, Сисю покушаешь? Да. Дуй. Бимама Привет! Это Бимама. Как вы вообще перед праздниками, ребята? Потому как я вдруг поняла, что для меня это время достаточно напряженное и достаточно волнительное. Нужно все успеть. Огромные списки написаны, списки подарков. Никого не забыть, что где купить, успеть заказать, успеть это все получить на почте. В общем, ну может вы к этому относитесь намного проще, но для меня предпраздничная суета это скорее даже о внимании и о заботе. Хочется всем сделать приятно. А для этого нужно подумать о каждом отдельно, о каждом лично и понять, что бы он хотел получить в подарок и что сделать приятно именно ему. Ну, а кстати, по поводу родителей, то уже сейчас еще не придумала, честно, что подарить бабушкам нашим, что папе подарить. Но, наверное, в первую очередь начну действительно с заботы. Я маме купила полезность. Почему? Сейчас расскажу и все покажу. Наверное, я не покривлю душу, если скажу, что мама моя у нас работает няней. И полный рабочий день с 10 утра и до 6-7 вечера. Она очень помогает мне с детьми. Благодаря этому, собственно говоря, я успеваю работать. Но она устает. Это правда. Ей нужно доехать до нас. Это около часа дороги. Она меньше спит в силу возраста. Ну и, конечно, дети, внуки. Это радость. Но, ребята, это действительно утомительно. Решила я бабушку немного подпитать и подлатать. И смотрите, что я ей купила. Итак, дважды в год я маме покупаю вот такой сироп. Доппель Герц Энерготоник Н. Почему? Смотрите состав. Здесь экстракты шиповника, мелисы, виноградных косточек, вся группа витаминов В, фолиевая кислота, витамин С, ПП, марганец, медь, железо. В общем, это общее укрепляющее и тонизирующее средство. У мамы нет каких-то специфических заболеваний, заболеваний сердца, слава богу. Но чувствует она его все равно регулярно, особенно на смену погоды. Плюс сейчас очень сильная вирусная нагрузка. А бабушка наша ездит в маршрутке и в троллейбусе. Потому хочется как-то ее защитить. Спасибо. Два колпачка, как всегда. Да, как всегда. Но я повторюсь, это не лекарство, это не средство от какой-то конкретной болезни. Это средство, которое помогает предупредить болезнь и укрепить организм. У этого сиропа мягкое тонизирующее действие. Также он снимает нервное перенапряжение и помогает сердечно-сосудистой системе справляться с нагрузками. Это как раз то, что нужно нашей бабушке. Я бы с удовольствием купила такой же сироп папе. Но у папы диабет. А это все-таки сироп. Там нужно считать хлебные единицы. Его можно употреблять диабетиком, которые четко держат под контролем количество хлебных единиц. Я не уверена, что папа будет это делать. Потому я уже нашла в линейке Доппель Герц витамины, которые можно принимать диабетиком профильно. Их я планирую и заказать. Я бы сама с удовольствием его принимала. Но пока я кормлю Колю грудью, пока что нельзя. Но если вы не попадаете под вот эти наши ограничения, я очень советую. Себя нужно любить. Нужно себя беречь. Нужно свой организм поддерживать. Я думаю, он скажет вам огромное спасибо. Тем более, впереди праздники. Нас ждут самые разные нагрузки. Надеюсь, если говорим о психических нагрузках, они будут только положительными, яркими и запоминающимися. Вот так. Коленька, тебе пора спать. Можно? Пойдем сисю покушаешь. Нет. Это что такое? Не знаю. Все. Сломалось. Коля! Нет. Коля, идем кушать сисю. Нет. Почему? 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 Бу-бу. Сисю. Нет. А чего? Бу-бу-бу. Коля, это уже 2 часа дня. Тебе надо ложиться спать. Нет. Нет. Нет? Ну хорошо. Пойдем со мной спать. Пойдем я тебя ложь. Нет. Не могу. Понял? Это он впервые в жизни отказывается. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Наверное, есть единственный выход. Оставить его в покое. Ай-яй-яй. 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 Боже мой. Моя зайка. Ты такой взрослый. Дим, смотри. Масенький. Хорошек. Молодец какой. Молодец. Да, ты молодец. А дух противоречия наше все. Поэтому, Настя, на всякий случай нужно всегда сказать нет, а там разбираться. Нет. Конечно нет. Нет. Первый раз я так сам, вот так прямо. Нет. Ты молодец. Ты умничка. Мы даже слюнявчик на него не успели одеть, потому что это произошло как-то спонтанно. Он схватил ложку и давай есть. Тут главное не вспугнуть. Кошка кофта постирается. Это уж не важно. Все же. А это наша гримёрка в старом здании. У нас есть новая сцена, которую я вам показывал. И есть вот малый зал. Реквизит лежит на спектакле. Привет. Вот такие гримировочные столы. Здесь костюмы висят. А здесь я гримируюсь. Вот так я вижу себя, так я гримируюсь. А что, давайте я, наверное, сегодня начну вас знакомить немного с артистами нашего театра. И наверняка вы многих из них знаете или слышали. Мы как-то интервью с Анной Саранчук и Единый Мегрицарём. Анна Саранчук? На канале Беймама. Да, абсолютно верно. Вы наверняка узнали, кто это такая. Аня звезда сериала «Три сестры», «Сваты», «Свингеры». Сваты? Ну да, они называются правильно «Сваты», ты знаешь? Нет, «Сваты». У нас называются «Сваты», но вообще это «Сваты». Ну вот, не знаю. Да, «Свингеры» одни, вторые. А ещё я мама, между прочим, и моему сыну 3 года и 2 недели. Нельзя говорить, как его зовут, да? Почему Глеб Александрович? Ну, а Глеб Александрович. Просто не все, ну, называют своих детей, показывают фотографии. Ты не боишься этого? До первого года я не показывала, вот, только спинку, а теперь иногда показываю. Ну, не знаю, но я показываю. Ну вот, мы играем с Анной в одном спектакле, в одном театре. Да. Я си-си отдельно и каждый с большой буквы. Ну, вы заметили, правильно? Да. А он любовник, очень много. И двое, и не только. И с ним вместе. Он просто хулиган. Всё, мы раскрыли весь секрет, но... Но вы же сейчас не смотрите спектакль, а потом ждёте. Но вы можете прийти и посмотреть всё полностью. Представите. И подписывайтесь, пожалуйста, на «Мимаму». Она его жена, она крутая. Это Миша Кристаль. Легенда украинского дубляжа. Ну, в том числе. Ну, то есть, если вы вдруг где-то Мишу не видели, хотя и видели могли во всех, там, в сериалах, на один плюс один, вообще в украинских сериалах, то в кинотеатре вы наверняка его слышали в каждом первом фильме. Ну ладно, каждом втором. Так, десь каждый третий, мабуть, я бы четвертый, шестой. А что самое, чем ты гордишься? Мабуть, Джоэл Эдгартон в «Великий Гэтсві», «Голум». О, так ты наш украинский «Голум». Так, я украинский «Голум». Моя жена, ця. Ну, это же не тайна, до певного часу не можно было про это говорить, а теперь можно. Из последних премьер, которым я, ну, мне не соромно, я так сказал, это Хеан Римс в фильме «Екзотичное веселье», в английском, кажется, «Дирекшн Веддинал». Там півтори години социального діалогу с Вайноною Райдер, с перервою на секс. Ага, и сумісно. Секс тоже надо. А я же, люди ж видают звуки, та ще и в діалоге примудряются знаходиться під час цього. Ну, принаймні, там, ну, такая сцена была интересная. Ну, и «Танос». «Танос». Взагалі доволі гріх жалитися, доволі багато цікавих артистів звертаються на українського глядача моїм голосом. Ходите в кінотеатр. Обов'язково. Все, спектакль окончен. В хорошей компанией, с хорошими зрителями. Обмен энергиями произошел. Теперь еду домой. Коля приспособил, как ездить на машинке, чтобы ему было удобно. Он ставит горшок на машину и едет. А ну, Колян, едь, пожалуйста. Ну, и клетка, конечно же. Тут же без вариантов. Я бы никогда в жизни не додумалась. Смотрите. Поставил горшок. Ты ездишь? Ничего себе, так ему удобно, слушайте. Если бы еще не мешала клеточка, да, ну сейчас заберу, будешь ездить. А ему ничего не мешает особо. Да. Да. Можно выдержать это? Да. Коленька, мне кажется, что ты не пролезеш, зайчик мой. Ой-ой-ой. Уехала машинка. Покажу пока эту конструкцию. Смотрите. С горшком. Что? Коля, дуй. Вместе, вместе едят. Дуйте, дуйте, давайте. Дуй. Дуй. Дуй, Коля. Теперь ты дуй. Дуй. Сейчас можно давать, да? Да, можно. Не горячая, Коля? Ну, это можно выдержать. Будешь еще картошечку? Да. Я для себя сейчас. Но он не понимает. Посмотри на него. Он думал, что ты сейчас, его тоже большой, как счастье. Давай, дуй. Коля, расческу не грызи. Коля. Дуй. 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 Еще. Дуй. И зайчики. Да, да. Уже не горячий. Аккуратно. Ну-ка. Нормально? Да, да. Нет, зефирку точно нет. Да, дать. Нет, не дать. Да, дать. Не дать. Нет. Нет, Коль, нет. Обиделся, обиделся, смотрите. Да, дать. А картошечку дать? Дать. Вот и хотелось бы как-то вечер уделить себе, поваляться в ванной, сделать какую-то масочку для волос, для лица, попить просто какого-то чаю, поразговаривать с мужем. Да пока всех детей ложишь спать, пока доделаешь уроки, пока все дочитаешь, пока все проверишь. Вот это я выползла, еще задремала рядом с Настей. 12 часов, и вот поздно вот такое. Рядом еще муж сидит, пришедший из спектакля, сейчас покажу какой. Прямо у нас такая колоритная семейка, по вечерам я вам скажу. Ты похож на какого-то безумного ежика, Дима. Какого так делать? Я спокойный. А что ты делаешь такой спокойный? Монтирую. Здесь заметно? Просто уже больше 12 часов, а хочешь чаю? Хочу, можешь пойти покупаться в ванной, полежать, попить там горячий чай, если хочешь. Час, ночи? Нет, уже не хочу. Давай просто попьем чай. В общем, если вам интересно, что происходит в нашей не совсем стандартной безумной семейке, жмите красную кнопку, колокольчик, все, что там нужно нажать, чтобы не пропустить наше новое видео. Обещаем, скучно не будет. Обязательно делайте это. Страшный, как ты такое говоришь. Логнись хотя бы. Короче, пока. Ну и чай пить. Не поли контору. Забери конфетки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова